Компания «Победа» – поставщик авиабилетов группы «Аэрофлот» – бюджетный авиаперевозчик. Девиз компании «Перевозки дешевле для людей» – флот – самый молодой в России. Деятельность отвечает отечественным и международным стандартам в полной мере. Начинавшая с перевозок из Москвы и крупных городов, к концу 2018 года компания стремится войти в пятерку самых больших в стране. Покупателей интересует, как приобрести у них билеты и как произвести в авиакомпании «Победа» – возврат билета. Приобрести билеты авиаперевозчика так же просто, как у других авиалиний. Существует несколько вариантов, так что потенциальный пассажир может сам подобрать для себя наиболее удобный. Купить в аэропорту – стандартный способ. Человеку нужно только приехать и взять билеты. Приобретать на официальном сайте авиакомпании – самый удобный вариант. Можно быть уверенным в успешности сделки или поставить рейс на поток, чтобы следить за изменениями в цене, таким образом можно дождаться момента, когда цены максимально снизятся. Покупать через колл-центр. Телефон для России – 8 809 505 47 77 для других стран плюс 7 499 215 23 00. Один из самых невыгодных способов, потому что стоимость минуты разговора с оператором 55-60 рублей без НДС варьируется в зависимости от региона. Пользуются им, когда хотят сделать заказ билета по-быстрому. График работы центров круглосуточный. Через интернет поисковики билетов – Aviasalos, Skyscanner, avia.tutu.ru, Яндекс, билеты, Ozontravel и множество других. Выбирается дата вылета, время, цены и удобные условия. Как вернуть невозвратные билеты на самолет часто случается такое, что купивший билет пассажир не может явиться на рейс по какой-то причине, например, проспал, задержался на работе, в пробках, что-то произошло. В любом случае, у всех в подобной ситуации возникают схожие вопросы, и стоит разобраться с тем, как вернуть билет авиакомпании, победа, которая эту возможность предоставляет, но не во всех случаях можно получить обратно свои средства. Вынужденный возврат. Билеты компании не являются возвратными, то есть при аннулировании и отказе от перелета деньги покупателю не возвращаются. Существуют условия, при которых это правило не работает, по уважительным причинам можно не явиться на рейс и вернуть заплаченную сумму. Такими условиями считаются, задержка или отмена рейса, на который куплен билет, смена маршрута, отправка рейса не по изначально указанному расписанию, не предоставление пассажиру места в самолеты на его дату и время, не состоявшийся из-за задержки в пункте досмотра перелет, внезапная болезнь пассажира, смерть сопровождающего пассажира, заверенная документом. Способы. Итак, если причина соответствует вышеуказанным, компания «Победа» обязана вернуть деньги за билет. Теперь следует разобраться с тем, каким образом это сделать. Находящийся в аэропорту пассажир может отказаться от рейса из-за задержки, отмены или изменения маршрута. Для этого ему нужно пройти в кассу раньше, чем закончится регистрация на самолет и предъявить паспорт. Если компания заранее сообщила о изменениях маршрута, условий или даты, отказаться от перелета можно в телефонном разговоре или сообщить об отмене в ответ на СМС. Обратите внимание, сдавать билеты можно только в тех случаях, если регистрация на рейс еще не закончилась, иначе они аннулируются, и свои средства за них нельзя будет вернуть. Если пассажир опоздал или не явился по собственной воле, деньги не возвращают. Процедура возврата. Чтобы произвести возврат билетов авиакомпании «Победа», нужно написать заявление в компанию и приложить к нему документы. Каким образом могут вернуть деньги? Есть несколько вариантов, наличными, если в кассе аэропорта на момент обращения имеется нужная сумма. Безналичный перевод на карту, с которой производилась оплата. Безналичный перевод на электронный кошелек. Безналичным переводом, если клиент напишет уведомление на возврат средств в течение 90 дней со дня вынужденного отказа от перелета. Почта для уведомления «Возрет собака победа.аро». Важно, взрослый пассажир может вернуть деньги только за свой билет. Если же ему нужно получить средства за чужой, должна быть нотариальная доверенность. Нужные документы. При обмене и возврате необходимо предоставить некоторые документы. Перечень уведомлений от лица, которая хочет возвратить средства. Паспорт гражданина Российской Федерации или любой другой страны. Маршрут квитанция. Документы о болезни, например, справка или выписка врача, или смерти сопровождающего. Важно, если пассажир заранее осведомлен о том, что условия изменились, и хочет вернуть средства за билет, оказавшись от перелета, ему нужно подать заявку за 24 часа до отлета непосредственно. Иначе возврат авиабилета в компании «Победа» будет не осуществлен. Как туристам вернуть деньги за билеты, туры и брони в отелях? Здесь ситуация та же, что и с возвратом. Существуют причины, по которым билет обменять можно, а по которым нельзя. Разрешения на обмен связаны с изменениями в личных данных. Изменение имени или фамилии пассажира не позже, чем за 4 часа до отправления рейса через онлайн-сервис или колл-центр, и не позже, чем за 40 минут в кассе аэропорта. Дату, время или маршрут можно поменять за 48 часов за дополнительную плату. За 4 часа можно заказать дополнительную услугу. Так что без дополнительной доплаты возможность обменять билет не предоставляется, но зато можно скорректировать маршрут за двое суток. Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа. В Россию некоторых покупателей заботит вопрос, как сдать билет на самолет, купленный через интернет. «Победа» имеет свой механизм возврата электронного билета, который такой же, как в других случаях, указанных выше, должны быть предъявлены соответствующие документы, нотариальная доверенность, если пассажир хочет вернуть средства не только за свой авиабилет. На сайте есть графа «Управление бронированием», где, введя код брони, можно отследить ее, откорректировать и отменить в случае чрезвычайных ситуаций или изменения обстоятельств полета. Через личный кабинет это делать быстрее и проще, можно отслеживать несколько бронирований сразу, но потребуется регистрация с заполнением паспортных данных. Это простая процедура, которая не требует больших усилий и временных затрат. Нужно перейти в поле регистрации, нажав на соответствующую кнопку. Когда процедура на сайте пройдена, стоит следовать указаниям в письме. Подтвердить аккаунт через почту и можно начинать им пользоваться. Если что-то остается непонятным или возникают какие-то проблемы с сайтом, зарегистрировавшиеся могут поинтересоваться у других пользователей на форумы или в разделе справки, почему что-то не работает. Разобравшись с управлением сайта, можно научиться легко следить за своими бронями и вносить корректировки в данные билета, делать или отменять бронь. Авиакомпания «Победа» предоставляет возможность поменять билет, если человека вынудили обстоятельства, или сдать его, получив обратно свои деньги, если попасть на рейс не позволяют уважительные причины. Но, так как компания относится к классу лоукостеров, то есть, продает билеты по низкой цене, возврат и обмен без уважительной причины невозможны. Если изучить все нюансы, с этим не возникнет трудностей, компания идет на контакт и старается сделать работу с пассажирами максимально комфортной для обеих сторон.